Субтитры сделал DimaTorzok Утро и разработчики выложили рулетку на TL720 Я лично этот танк недолюбливаю Почему? Объясню чуть позже, когда мы выкатим его из ангара Даже если из рулетки я его не достану TL720 отсутствует в моей коллекции Он много раз от меня ускользал Но это не та машина, за которую я готов отдавать какие-то бешеные золотые монеты Здесь, ребят, казалось бы, все очень дешево Всего лишь 11 прокрутиков Но только если посчитать, сколько обойдется полностью вся рулетка То можно немножко подобалдеть Потому что за данную тачку, если она выпадет вам на 11 крутке Вам придется вывалить 21605 золотых монет 21600 за негодную девятку Мне кажется, ну очень дорого Если вдруг вы заберете себе танк на 10 прокруте Тогда он обойдется вам в 19105 И это все равно дорого для TL720 Если вам совсем повезет и достанете на 9 крутке То отдадите за него 14105 И это еще хоть как-то И то не могу сказать, что это все равно Адекватная, нормальная, приемлемая цена для данной машины Я действительно не люблю TL7120 И для этого есть определенные причины Но их мы обсудим чуть позже А сейчас давайте посмотрим, что нам положили Да ничего Просто большое ничего Есть анимированный аватар Есть бустеры Есть серебро, которое можно нафармить Есть обвес, который в принципе интересный Но я бы не сказал, что прям супер нужный Есть X5 в количестве целых 10 штук И есть легендарный внешний вид для главной награды Ну и соответственно, как вы сами понимаете На главную награду самый никчемный процент выпадения 0,08 Что потенциально подсказывает нам о том, что Чувак, тебе этот танк выпадет скорее всего на последнем прокруте Потому что на предпоследнем прокруте Скорее всего заберешь легендарный внешний вид На которого, кстати, тоже шанс выпадения 0,08 Что у нас является самым реальным к выпадению Так это 50 тысяч серебром С вероятностью целых 41% на старте И дальше этот процент будет только увеличиваться Как только вам выпадет что-нибудь другое Ну допустим, бустеры боевого опыта За которое вы отдадите голду Короче говоря, в рулетке нет ничего Кроме главной награды Никаких контейнеров и ничего интересного Я больше чем уверен, что преобладающее большинство танкистов Заберут главную награду только на последних прокрутах Я планирую крутануть буквально несколько раз Да, у меня есть запас золота На то, чтобы идти до конца Но отдавать за ТЛ7-120 21600 Я не вижу вообще никакого смысла Я лучше подожду, когда он выйдет на продажу подешевле Кручу, знаете, вот так вот По двум причинам Первое, вам показать шансы выпадения Второе, а вдруг мне повезет Не повезет, вовремя остановлюсь На этом все закончится Отдаю 50 голды за 50 тысяч кредитов Если бы реально продавалось, не купил бы в жизни 75 голдовых Но 75 голдовых дают мне 2000 свободного опыта Тоже, тоже в принципе ни о чем 350 голды Миллион Миллион, ребят Тоже, тоже честно говоря Для меня голда лично дороже, чем серебро Пишите свое мнение в комментариях Насколько Выпадение мне миллиона за 350 золота Вы считаете Фартом Я лично везением это Назвать не могу Бустеры забираю Ну и 1200 голды Отдавать закрутку Все На этом я останавливаюсь Но реально Не вижу никакого смысла По одной простой причине Потому что шанс выпадения танка 0.28 Типа поднялась Но все же С высокой долей вероятности Я сейчас заберу иксы себе И уж простите Но забирать иксы Или анимированный аватар За 1200 Я не вижу Вообще Никакого прикола в этом Переходим Ко мне на аккаунт Где есть этот танк И выкатываем его из ангара Перед тем Как выкатить Тель 720 из ангара Давайте кратенько Обсудим технические характеристики И в принципе Эти технические характеристики И являются Для меня Основоположными причинами Моей нелюбви К этой машине И вопрос не в том Что я оцениваю танки Исключительно по цифрам в таблице А потому что эти цифры Действительно Очень сильно влияют На качество игры Давайте обсудим В отношении орудия В целом Все классно Все приятно Здесь 3.8 Время сведения Разброс 0.330 2500 Заявленного ДПМ И перезарядка В 9.5 секунд С учетом того Что досылатель в оборудовании Установлен Целых 249 мм Пробития Чего больше чем достаточно Чтобы бороться Против себе подобных девяток И порой вполне себе достаточно Чтобы с десятками Можно было нормально Махач устроить 400 единиц альфы Ребят 400 единиц альфы При всего лишь 9.5 секундах Перезарядки И при этом Все целых Минус 7 угол склонения Спросите ГСН Так чем ты недоволен? Я недоволен тем Что реализовать это Практически невозможно По одной простой причине Потому что Первое Танк полный картон Он не является Тяжелым танком Это Я бы так сказал Средне забронированный Средний танк От тяжа здесь Только название И плюс к тому Стоит отметить Что у него Скорость движения Вперед Составляет 36 км в час И унылых 10 км назад То есть В принципе Ты не можешь Ни назад нормально Откатиться Чтобы в морду Не отхватить Ни вперед Нормально поехать То есть Ты едешь Со скоростью Типичного тяжелого Танка Который действительно Очень мощно Забронирован Ну не знаю Возьмем там К примеру Того же Объекта 452К Кто-то скажет Это картон Но нет Картонный Здесь только низ И давайте посмотрим На его технические Характеристики Заходим к нему Вдвигло 40 км в час 40 А там 36 Берем любую Другую тачку На девятом уровне Ну кого возьмем Давайте возьмем ВЗ-114 Тут тоже Да Пускай не идеальная броня Но она хоть как-то Здесь присутствует И при этом Ребят У нас скорость движения 32 Здесь хотя бы понимаешь За что расплачиваешься Возьмем КПЗ-70 Тоже далеко не самый Яркий представитель В отношении бронирования 40 км вперед И это ребят Я вам показал Несколько танков На девятом уровне Которые обладают Какой-никакой броней И при этом Обладают Лучше даже Подвижностью Нежели ТЛ-7120 У ТЛ-7120 Мало того Что скорости нет Для того Чтобы куда-то приехать Или откуда-то уехать Так он еще и отхватывает Просто как малолетка На дискотеке Потому что Ему просто Элементарно Танковать Нечем По задаткам Это средний танк Если бы вы сделали Средним танком С подвижностью Среднего танка Вопросов бы К этой машине У меня не было Абсолютно А так вопросов Огромное количество Потому что В бой-то меня отправляет Калибровка Именно как тяжелый танк И я на себя Забираю позицию Тяжелого танка А реализовать Эту миссию У меня не получается Ну что Берем танчик Поехали покатаемся Итак ребят Поехали Давайте как обычно Начинать с подвижности Да и в принципе Это и является Основоположным Камнем преткновения Ну все Вот моя максималка То есть вот так Вот я буду ехать Кто-то скажет Блин Это нормальная скорость Для тяжелого танка Я соглашусь Если бы это был Тяжелый танк С броней Но когда этот тяжелый танк Является полностью Пробиваемым всеми Причем в любых проекциях То О какой Соответствующей подвижности Можно вести речь Плюс к тому Стоит отметить Что свои 36 км в час Я не знаю Как кому А мне лично По ощущениям Танк набирает Ну очень уныло То есть ты не можешь Нормально двинуться С места И полететь куда-то Если бы 36 Была максималкой Но при этом Я хотя бы с места Срывался Сразу на 36 Тогда тоже Вопросов нет Можно было бы Как-то с пониманием К этому вопросу Отнестись В отношении Маневренности Ужасная машина Вот в отношении Откатывания Назад Представляете Да Все Вот так вот Я буду откатываться То есть Пока я Попытаюсь Отвалить назад Для того чтобы Мне в дыню Не прилетело Мне в эту дыню Все равно Однозначно Кто-нибудь Дозакинет Короче говоря Увернуться практически Нереально В отношении Поворотливости Машины Ну поворачивается Действительно Как типичный Тяжелый танк Знаете С такой вот Тягостью Тягостью В ногах Когда вот так Вот вправо Влево Тебя еле-еле Разносит И я не могу Сказать что Это непривычно Это привычно Опять таки При игре На многих танках Но все таки Блин При его Миниатюрных Размерах И отсутствием Бронирования Опять таки Этот показатель Мог бы быть Немножко получше В отношении Того чтобы Развернуться На месте Ну сейчас Не буду Не буду пытаться Это показать Пытаюсь Сейчас Что-то полезное Сделать По орудию Кстати ребят У меня действительно Нет никаких вопросов Мне после нескольких Моих видео По ТЛ7120 Писали в комментариях ГСН Ты не понимаешь У него просто Шикарное орудие Ребят Я к орудию Претензий не имею Я не задаю вопросов По поводу Почему у меня Косит ствол Или почему Я там Не знаю Не могу никого Выцелить Я-то этих вопросов Не задаю И танк В этом отношении Действительно Годный У него действительно Очень классное орудие Но вот только Блин Применить это Классное орудие Действительно Очень сложно Так Ну ладно Потратим Потратим Немножко голды Но оно того стоит Мне кажется Победа Дороже серебра Поэтому Делаем для победы Все необходимое Чего как говорится И вам желаю Сейчас пытаемся Еще раз Ну давай родимая Не подкачай Не подкачало Говорю же Пушка Огонь Вопросов нет Танк Блин Сделайте лучше Сделайте его тяжом В конце концов Добавьте ему брони Или я не знаю Сделайте его более маневренным Я всегда играя На ТЛ7-120 Вспоминаю Пиранью И вы спросите Причем тут Пиранья Объясняю По опять таки Моему скромному мнению Ну с ним правда Многие согласны Пиранья На своем 10 уровне Она является Тяжелым танком Номинально Но по факту Играется как Средний танк То есть у нее Подвижность От среднего танка У нее Маневренность От среднего танка Скорость соответственно От среднего танка Броня От среднего танка Но единственное что ХП от тяжа И слава богу Оставили пиранье И урон от тяжа И вот когда ты играешь На ТЛ7-120 Ты сразу вспоминаешь Почему Почему пиранью Сделали тяжелым танком Номинально играющимся Как средним танком А ТЛ7-120 Сделали тяжелым танком Номинально Он играется Как тяжелый танк Но как только Тебе необходимо танковать Ты играешь На картонной коробке От даже не холодильника А глядя на этот танчик По размерам От какой нибудь Там не знаю Микроволновки В общем Ребят ТЛ7-120 Далеко не для каждого танкиста Если вы хотите Написать мне в комментариях По поводу того Что я чего-то там не понимаю У вас этот танк есть И он вам нравится Давайте сразу договоримся О двух вещах Пока я хвалю Наших союзников И наших соперников Которые очень классно Отыграли Напишите в комментариях В которых вы будете Отстаивать позицию Того что ТЛ7-120 Вам нравится Напишите пожалуйста Свой Никнейм И напишите Какие танки Еще у вас есть Из премиумных И коллекционных На девятом уровне Для того чтобы Понимать Насколько вы объективны Потому что Если у вас есть Один велосипед С кривыми педалями И вам его Охватает То это не значит Что он хороший Это значит Что вам просто Сравнивать не с чем А вот если вы напишите Что у вас есть Великолепный Не знаю какой там Новый Маунтинбайк И плюс еще Старый дедовский Велосипед Украина С погнутыми педалями И колесами И кривой рамой И вам как раз Он нравится гораздо больше Ну тогда У нас есть О чем с вами Спорить Вот такой вот он ТЛ7-120 Тачка Которую я хочу Себе в ангар На основном аккаунте Но чисто из принципа Для того чтобы он стоял У меня В ангаре В коллекции Ну и соответственно Была дополнительная галочка Что и он тоже У меня присутствует Но играть на этой машине Я однозначно Не планирую По крайней мере Часно Побежал снимать Следующее видео Специально для вас А если вам зашла Моя честность И вам подходит Объективность То подписывайтесь на канал Ставьте лайк Данному видео Поддержите продвижение Канала на платформе Ютуб Ну и обязательно До встречи на прямых Трансляциях Которую планирую проводить Кстати Сегодня вечером Ну и обязательно В следующих видео Мира вам друзья мои И обязательно спокойствия Всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok